Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и в студии Анастасия Алексеева. Сегодня, когда лето в самом разгаре, хочется поговорить о красотах Чувашии, о ее уникальной природной среде. На сайте russpriroda.ru стартовало голосование, в котором жители республики смогут выбрать растение, которое станет символом Чувашии. Подробнее об акции «Аллея России» мы решили поговорить с Александром Вениаминовичем Дмитриевым, заместителем директора по науке природного государственного заповедника Пресурский. Здравствуйте, Александр Вениаминович! Здравствуйте! Акция «Аллея России» проходит по всей стране. Какова ее цель? «Аллея России» стартовала акция, экологопатриотическая акция, стартовала в апреле, и она будет проходить до сентября. Посвящена она, во-первых, присоединению Крыма, возвращению Крыма в Россию, и будет еще посвящена 70-летию победы над фашистской Германией. То есть, одна часть акции завершится в этом году в сентябре, а вторая часть акции, уже открытие этого парка, где будет создана «Аллея России», будет 9 мая следующего года. Как будет создаваться этот парк? Что для этого нужно сделать? То есть, мы в Чувашии проголосуем еще, может быть, что? Парк будет создаваться следующим образом. Во-первых, каждый регион выберет свои растения, которые представляют символ данной территории. Конечно, парк будет большим, и, возможно, не одно растение придется нам посадить, а, в общем, несколько растений. И вообще Россия, она большая, и климатических зон много. И для этого Крыму выберут 4 площадки этого парка. Во-первых, будет площадка для горных территорий, вторая площадка будет для степных территорий, есть площадка для лесных и водных территорий. И в итоге все растения, которые будут выбраны, там найдут свое место и будут представлять Россию. И так будет создан парк дружбы народов, скажем. И это очень большая патриотическая акция, эколого-патриотическая акция. А кто стал инициатором такой огромной масштабной акции? Инициатором были Министерство природных ресурсов и экология Российской Федерации, и ряд общественных организаций, которые запустили эту акцию, и она сейчас полным ходом идет. И сейчас многие регионы уже выбрали свой список растений, который был большим, сократили до 5 растений. И идет голосование, онлайн-голосование. Она будет длиться достаточно долго, 2 месяца. И в это время надо выбрать растения. А какие растения были представлены с самого начала? И на что пал выбор? Для того, чтобы выбрать, вообще эту акцию организовать, у нас было принято распоряжение Кабинета Министров, создана рабочая группа, куда вошли 13 человек. И эта рабочая группа у нас заседала достаточно много раз. И мы первый раз, в общем, составили список из 20 растений. Потом этот список сузили до 10. Потом эти 10 растений, которые мы выбрали, послали в Москву, они рассмотрели, чтобы одни и те же растения сильно не дублировали. Часть растений все-таки помогли нам, сказали, что надо убрать. Но осталось 5 растений. Это мы выбирали. Но кроме этого еще была запущена акция. Дети выбирали растения, символ Чуваши. Эта акция тоже у нас проходила. И там и фотографии были, и конкурсы. И в итоге их голоса тоже вошли в это голосование. Пока это предварительно было. А сейчас вот широкое голосование будет. Она идет уже на сайте. И каждый желающий может проголосовать и принять участие в выборе. А какое растение выбрали дети? Ромашку? Дети выбрали в том числе и ромашку. Там было достаточно много растений. И они все-таки сузили. И наши выборы примерно были одинаковы. Ну, сами представляете, Чуваши – зеленая республика. И так или иначе уже символы существуют в республике. Это, скажем, дуб через щиты. Это ветла, ива. Ну, это символ-то существует давным-давно. Чувашки деревни утопали в зелени этих ветел. Есть у нас и один из символов – это ромашка. Ромашка. Ну, ромашка, во-первых, тут надо сказать, что слово ромашка, мы понимаем… Народное слово ромашка есть. Да, цветочек с белыми лепестками. Да. А есть научные названия. А научных названий у нас существует три рода. Рода невяник есть, ромашка лекарственная есть. Есть еще ромашка непохучая. То есть, чтобы в этом не запутаться, мы выбираем невяник. Невяник обыкновенный. По-другому он поповник называется, но в простонародье называется ромашка. Дуб, ива, ветла, липа. Еще хмель присутствует. Ну, хмель, вообще, Чувашки в свое время это зеленым золотом было. И вообще, и в мировом масштабе мы занимали второе место после Чехословакии по производству хмеля. Вы уже сделали свой выбор? Я свой выбор сделал. Во-первых, голосовал накануне. И сегодня вот зашел на сайт, второй раз проголосовал. Ну, я скажу, что я выбрал дуб. Дуб все-таки хороший символ у нас. И Нагорный Дуброва достаточно большие площади занимают. И во время Петра Первого наши дубы шли на строительство кораблей. Адмирал Тейсова Казани вывозили, Санкт-Петербург. Но кроме того, что Чуваши это символ, этот символ еще голосуется Санкт-Петербургом, Мордовией. Поэтому вот у нас как бы идет конкуренция между регионами. И кто победит... Кто больше голосов отдаст, да... Тут уже это... Голосование, ваше голосование нужно, необходимо, чтобы символы выбрались. Вы не смотрели? Много людей проголосовало? И кто сейчас лидирует на лидирующих позициях? Пока на лидирующих позициях у нас Дуб. Там, по-моему, 34% проголосовавших. А количество голосовавших я пока не знаю. Но... Ну, не больше тысячи. Делегации из Чуваши, как и из других регионов, сами поедут в Крым, в Севастополь сажать растения, которые выбрали? Да. Планом мероприятий предусмотрено, что в сентябре делегация из Чуваши поедет сажать наши растения. Их посадят в этом парке. И потом вознаменование этого мероприятия в день у нас работника лесного хозяйства есть, в сентябре. По-моему, третье воскресенье сентября. В это время будет организована посадка по всей Чуваши. Вот поддержку этих мероприятий. А уже когда деревья приживутся немножко весной, ну, некоторые могут и не прижиться. Ну, вот 9 мая открытие. Перед открытием, может быть, там это дополнительно надо будет проверить. Прижилось, не прижилось, может, дополнительно посадка будет. Спасибо вам большое, Александр Вениаминович, рассказали. Я думаю, наши зрители очень даже захотят проголосовать за символ Чуваши и выбрать то растение, которое появится в парке Севастополя, в парке Аллея России. Голосуйте, заходите на сайт russpriroda.ru. А мы с вами прощаемся. Во-первых, до свидания, Александр Вениаминович. До свидания, удачи. И всем всего доброго.